Привет, друзья! Это площадка Goal Camper в Санкт-Петербурге. И сегодня будем смотреть на английский караван Abbey Stafford County. Рецепт 1999 года выпуска с двумя спальными зонами и совмещенным санузлом посередине. И начнем мы, как всегда, наш обзор снаружи. Впереди можем заметить три окна, ведущих в первую переднюю зону отдыха. Каждая из них открывается и оснащена москитной сеткой и солнцезащитной шторой. Ниже две ручки для того, чтобы вручную передвигать караван. Между ними ниже находится рундук. В этом рундуке у нас место для подключения и установки двух газовых баллонов. Также, как видите, есть достаточное место для каких-то еще вещей. Например, для запасного колеса и других вещей, которые пригодятся вам в поездке. Ниже под рундуком находится дышло с прицепным устройством. Состояночный тормозом, колесом для лифтования и вилкой для подключения к автомобилю. Сместившись в сторону, впереди можем видеть окно, ведущая все так же переднюю зону отдыха. За ним идет окно в кухню. Под ним решетки выхлопа от холодильника. По ним можем сказать, что холодильник у нас небольшой, а стандартный для каравана. Далее идет дверь с уличным освещением. Дверь оснащена небольшим окном, которое закрывается солнцезащитной шторой и делится у нас на две части. За дверью расположилось еще небольшое окно во вторую зону отдыха. И на этом, в этой стороне мы закончили. В задней части прицепа находится окно большое во вторую зону отдыха. Под ним две ручки для того, чтобы вручную передвигать прицеп. И наружная оптика. И у нас осталась последняя сторона. В задней ее части небольшое окно во вторую зону отдыха. Под ним рундук с кассетой биотуалета Тедфорд. Далее находится рундук, в котором осуществляется подключение и установка аккумулятора. А также подключение каравана к сети 220. Далее еще одно окно, ведущее в переднюю зону отдыха. И под ним выхлоп от бойлера при его работе от газа. И уличное подключение воды. На этом мы посмотрели на прицеп снаружи. Перейдем вовнутрь и изучим его планировку. Вот мы попали внутрь нашего прицепа. И давайте ознакомиться с его планировкой с передней части. Здесь у нас находится первая спальная зона. Классическая для английского прицепа. Тут два дивана друг напротив друга и тумба между ними. Тумба служит нам не только местами для хранения вещей в виде выдвижных полок, но и в качестве небольшого обеденного стола, который достается легким движением. Под тумбой находятся ламели, достав которые на всю длину диванов и положив сюда боковые подушки, мы получим одно большое спальное место на два, может быть и три человека. Если этого пространства недостаточно, мы можем убрать тумбу и также на ее место постелить боковые подушки. И это спальное место станет еще больше. Под диванами можно расположить свои вещи, подняв ламели, на которых лежат матрасы. Над диванами по периметру всей комнаты расположены окна, о которых мы говорили снаружи. Окна эти все открываются и оснащены как москитными сетками, так и солнцезащитными шторами. Над окнами расположились ящики для вещей. Очень вместительные и так выглядят внутри. Что касается света, помимо естественного освещения от окон, здесь есть два ночника по углам, такие небольшие лампочки под ними и один плафон на потолке. С этой стороны мы можем найти панель управления прицепом, а еще ниже дополнительный небольшой столик обеденный и над ним розетка 220-12 вольт и выход от антенны. Можем здесь установить телевизор. На этом посмотрели первую спальную зону. Посмотрим, что у нас в середине каравана. Здесь находится шкаф, очень вместительный. В шкафу уже стоит установлен стол, который можно выставить в первую спальную зону, и она будет полноценной обеденной, либо выставить его на улицу и пообедать на свежем воздухе. Шкаф, как видите, очень вместительный. Здесь есть штанга для вешалок, сверху полка. Под этим шкафом находится блок отопления карвер, который работает как от газа, так и от сети 220. Напротив шкафа находится кухонный блок. Кухня классическая, также для английского прицепа. Начнем сверху. Здесь ящики для кухонных принадлежностей. В принципе, такие же вместительные, как и в первой зоне отдыха. В одном из шкафов, как видите, уже есть крепежи для тарелок и стаканов. Под одним из ящиков находится дополнительная лампа и окно. Которая также открывается, оснащена москитной сеткой и солнцезащитной шторой. Под окном рабочая поверхность. Так как здесь нет особо свободного места, его можно использовать либо на такой крышке над раковиной, либо ее можно переместить в бок. И у нас получится также такой небольшой либо столик, либо место для нарезки каких-то продуктов. Здесь находится раковина, достаточно большая, с местом для просушки посуды. Рядом с раковиной расположилась плита на четыре газовые конфорки. Под плитой находится газовый гриль и газовый духовой шкаф. Так это выглядит внутри. Под всем этим есть еще ниша для вещей и сбоку также дополнительные полочки для кухонных принадлежностей. Рядом со всем этим находится холодильник фирмы Электролюкс, работающий от газа, сети 220 и аккумулятора автомобиля. Рядом со шкафом напротив кухни расположился вход в санузел, что очень удобно, так как наш санузел находится посередине. Он небольшой, компактный и совмещенный. Здесь можем видеть статичный неповоротный туалет Тетфорд с электрическим смывом, шторкой для душа, люком на потолке, который добавит естественного света и позволит проветрить эту комнату. Также рядом с люком расположилась лампа. Здесь находятся два больших зеркала, а под ними раковина для умывания и ниже еще отсеки для ванных принадлежностей. И у нас осталась последняя комната, которая находится в задней части прицепа. Здесь у нас такой небольшой угловой диван, стол достаточно вместительный. Рядом находится еще дополнительный небольшой обеденный столик. Убрав этот стол, достав ламель и положив сюда подушки, здесь появится еще одно спальное место на два человека. И также присутствует верхний ярус для третьего. Правда, он с ограничением по весу 70 кг. Килограмм над диванами и кроватью есть все такие же ящики, как и в первой зоне отдыха, достаточно вместительные. С правой стороны расположилась такая декоративная открытая полка. Окна по периметру всей комнаты, дающие естественный свет. Плафон на потолке, дающий искусственный свет. И также здесь есть дверь, которая позволит перекрыть всю эту комнату от остальной части прицепа. На этом наш обзор подошел к концу. И повторю, это был английский караван. A-Base Stafford County. 1999 года выпуска на две спальные зоны. Вмещает до шести человек с кухней, большим шкафом и совмещенным санузлом посередине. Находится у нас на площадке в городе Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 59. Приезжайте, будем рады вам его показать. Субтитры создавал DimaTorzok